Возвращаемся в игру. Нужно немного углубиться в лес. Вот только здесь опасные крысы водятся. Очень не люблю их. Повезло. Сработал крит. Продолжение следует. Продолжение следует. Наши старые знакомые из первой части. Как видите, они стали прочнее. Продолжение следует. Продолжение следует. А сейчас лучше собирать абсолютно всё. На начальных этапах пригодится. Продолжение следует. Вот, эта пещера очень интересна для нас. Из-за орочевого оружия. Вот оно. Это как раз то, о чём я говорил. Можно обмануть Горада. И подобрать лёгкий топор орков. Углубляться не будем. Там бандиты. Из этого не выйдет ничего хорошего. Дальше вот в пещере. Зайдём позже. Из этого не выйдет ничего хорошего. Из-за орочевого оружия. Дальше пока не пойдём. Потихоньку продвигаемся к вступлению в граждане города. Мы уже получили одобрение, благословение жрецов Инноса и Аданоса. У нас есть оружие орков. Мы вернули золото Матео. Осталось только два. Два мастера. Это Константина и Барток. Ой, Барток. С Бартоком мы пойдём в лес, чтобы достать последнюю траву. Царский щавель. Необходимую для Константина. Но лучше пойдём туда утром. Так, вернее, с Бартоком мы пойдём за волчьими шкурами и по пути найдём Царский щавель. Вот так вот. Будет правильно. И можно будет уже попасть в верхний квартал. Пойдём, охотник. Хорошо. Пошли, даже больше, чем хотелось бы. Вообще, нам остаётся только бежать и изредка помогать ему. Барток хороший лучник. Он справится со всеми зверьми. Также мы убьём орка возле города, о котором мы уже расспросили и стражника, и рассказали об этом Гарвелу. Ещё одна тварь! Так вот, мы убьём орка, и это ещё один способ получить орочье оружие. Либо мы уже взяли квест Вместо орочьего оружия можно перебить бандитов, которые напали на торговца Хакона. Так. Ого! Волки загрызли Бартоком. Ну, тогда побудем приманкой. Как когда-то были приманкой по пути в болотный лагерь с идолом Барвизом, который дымился. Кто смотрел прохождение первое, наверняка поймут, о чём я. Ну, в этот раз мы расправились. Там ничего нет. И из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Как раз ровно шесть волков. Столько нам и нужно. Шкурок для Баспера. Как ты думаешь, стоит нам углубиться в лес или нет? Стоит. Хорошо. Будем надеяться. Ну, наш отважный герой. Вообще. О! Даже не заметил. Бардок уже успел расстрелять Мракориса. Это очень хорошо. Весь опыт мы получаем. кто играл в модификацию. Точнее, даже в аддон. Наш русский аддон для Готики-24. Это возвращение. Очень интересный. там вот количество опыта просто порезано вдвое. когда мы бегаем со спутником. Поэтому не удастся хорошенько. о! Ой, случайно ранил Бардека. Самое главное, мы убили Орка. Все. Я думаю, мне лучше вернуться в город. Здесь для меня слишком опасно. Орг прямо у ворот города. Еще увидимся. Ты можешь продать шкуры бас... Насобирали шкур. Получили... Так, почему-то пять волчьих шкур. Видимо, я... Забыл снять шкуру с одного из волков. Сейчас надо проверить обязательно. Подкопили опыта. Четвертый уровень уже. И волки, конечно же, исчезли. Что ж... Ну ладно, я знаю, где достать еще волков поблизости. Да, все исчезли. Невнимательно поступил. Невнимательно поступил. Вот здесь вот должны быть молодые волки, насколько я помню. О, еще гоблин. Внизу лагерь очень опасных черных гоблинов, поэтому мы не стали углубляться в лес. Вот и все, насобирали шкур. Да, вот на больших, на открытых местностях падение фпс при максимальном обзоре. Регулировать можно с помощью клавиш F1 и F4. То есть F1 это лучше для боев делать. Потом F2 подальше. F3 и F4 300%. То есть максимальный обзор. Так, можно помолиться Инносу, пока мы еще не вступили ни в одну из гильдий. Например, чтобы получить силу. Даровал ловкость. Тоже хорошо, не будем загружаться. Пригодится для будущего воровства. Вообще во второй готике в оригинале не очень логично то, что вы можете пожертвовать тысячи золотых монет Дарону, как я говорил. И при этом вам нужно будет все равно принести еще тысячу золотых вместе с овцой, чтобы вступить в монастырь. Я считаю это просто грабеж. Вот появился царский щавель. Редчайшее растение. Само по себе оно восстанавливает 5 единиц жизни, если у вас есть. Но не стоит его есть, потому что оно используется для перманентных напитков. В источниках во многих написано, что 25 царских щавелей. Но не знаю, я лично только 24 находил. Причем проверял эти указанные места. Причем проверял эти указанные места. Насколько я помню, если вы берете вот этот царский щавель, который я сейчас взял, то у вас в третьей главе пропадет один из этих щавелей в долине рудников, прямо над местом встречи наших друзей. На территории орков, которая находилась, как помните. В принципе, можно и к нему поступить в ученики. Потому что Константина нужно приносить черные и мясные грибы. Черные грибы мы будем съедать сами. Но вот за мясные грибы он платит очень хорошо. За шкуры же платит не так много. Ну и, в общем-то, деньги у нас уходить будут разве что только на зелье. Маны. Пожалуй, все-таки буду учеником Константина. Так, снова зависла игра. Вообще, эти вылеты уже начинают крайне меня раздражать. Не понимаю, в чем дело. Уже два вылета было в игре. Как насчет одобрения? Кватрос дал тебе благословение? Да. А благословение жреца Инна? Да, получил. Тогда ты получишь и мое благословение. Что ты хочешь? Я принес тебе оружие орков. Покажи, ты все же сделал это. Давно уже не держал я подобного оружия в своем. Да уж, суровые то были времена. Я не думал, что тебе удастся это. Могу я стать учеником другого? Ты хорошич. Я дам тебе свое. Брайан еще поработает здесь некоторое время. Если ты не можешь выполнить это задание самостоятельно... Я принес все растения, что... Что? Ты пытаешься обмануть меня? Клянусь Адоносом. Они все здесь, у меня перед глазами. Кто знает, может быть, когда-нибудь из тебя... Могу я теперь стать твоим... Что касается моего мнения... Да. Гароду важно только, чтобы ты был способен защищать... И, похоже, ты смог убедить... Боспер очень неохотно отзывался о твоих... Я полагаю, что он хотел бы взять тебя в ученик. Но все же, в конце концов, он... Торбен очень религиозный человек. Он дал тебе свое благословение. Ты хороший знак. Что касается Матео... Он расхваливает тебя. Это означает, что ты получил одобрение всех мастеров. Ты готов приступить к обучению у меня? Да, мастер. Хорошо. Надеюсь, я не пожалею об этом решении. С этого момента ты можешь считать себя... Каковы мои задачи? Я понимаю, что не могу ожидать от молодого человека, что он будет... Время от времени ты должен приносить растения, которые мне необходимы. Ты можешь покупать у меня пробирки. Но большинство ингредиентов... И я ожидаю, что ты будешь вести себя... Какие растения я думаю... И я буду покупать все, что ты принесешь мне. И буду платить... Но что касается грибов... Для них у меня... Тебе нужны... Почему эти грибы так важны? Даже несмотря на то, что ты мой ученик, я не могу сказать тебе все. Я собираюсь... Отлично. Принеси мне все, что только найдешь. Покажи... Наши травы не пропали. Их можно будет в будущем выкупить. И дракония корни. Все, все, все. Обучи меня искусству алхимии. Хорошо. Сначала основы. Все зелья делаются из растений. Они... Но растения пускают всю свою силу в рост. А алхимия... Чтобы приготовить зелья на алхимическом столе, ты должен знать правильную формулу. Я могу научить тебя многим-то готовить зелья, восстанавливающие твою потерю. Но нельзя выучить все сразу. Каким рецептом-то? Есть несколько. Эликсир силы можно выучить. Очень дорого. Эссенция маны. Лечебная эссенция. Но мы сразу же выучим. Так, что там по очкам? Ну да, все равно понадобится. Да и одно очко обучения-то недорого. Эссенция маны. Эссенция маны самое простое из магических земель. Возьми огненную крапиву и луговой горец. И вскипяти их на медлен... Итак, мы теперь гражданин города. И Аданас был удовлетворен тем, что вышло. Ты можешь, Адан? Лорес сказал, что ты можешь помочь... Это твой выбор? Идти по пути огня? Да. И я хочу стать магом огня. Насколько мне известно, они с радостью... Лорес упомянул, что они требуют плат. Я не смогу провести тебя в монастырь. Я все-таки маг воды, знаешь. Большую часть времени он проводит. Но я слышал, что иногда он отлучил. Он рассказал мне о статуе. Эта вещица очень много значит для... Помни, что даже если ты вступишь в круг огня, если, конечно, докажешь... Это было так, как ты сказал. Ты хочешь сказать? Эй, ты! Я слышал, у вас пропала ценная статуэтка. Неужели? Об этом знал только маг Ван... В чем проблема? С континента в монастырь была отправлена драгоценная статуэтка. Корабль был ограблен? Нет. Он в целости и сохранности. Но когда я возвращался в монастырь, на меня напали гонки. И не надо на меня так смотреть. Маги, к твоему сведению, тоже люди. Ты не пытался вернуть статуэтку? Конечно, пытался. Я везде... Где именно ты потерял статуэтку? На пути в монастырь, неподалеку от Таверна Орлана? Где она? Если ты выйдешь из города через эти ворота и пойдешь прямо по дороге... Это и есть Таверна Орлана. Значит, сейчас она у гоблинов. Когда она оказалась у них в руках, они скрылись в кустарнике. Больше я их не видел. Наверное, они... Опять гоблины. Тащат все ценное. Я услышал достаточно. Я найду статуэтку. Да направит тебя Инус. И да защитит он тебя от... Они как сороки. Все, что блестит. Не разбирая, что им нужно, а что нет. Так, ну дело идет. Как видите, квестов... Стало чуть-чуть поменьше. Активных. А выполненных добавилось. В следующей части мы зайдем в верхний квартал на экскурсию. Но в принципе, туда имеет смысл идти до вступления в одну из фракций только ночью, имея воровство. А навык... Воровской навык... Взлом замков. Потому что там можно очень хорошо обогатиться. Оставайтесь с нами. Увидимся.